Здесь будет эгражерный зал для мужчин, раздевалки. Нет, это не открытие нового фитнес-центра. Это будущая спортивная зона для сотрудников завода «Промис». На территории производства у них уже есть свой врачебный кабинет, столовый, бесплатные обеды и, что, пожалуй, самое важное, современное оборудование. Приобрели его благодаря государственным и региональным программам поддержки предпринимательства и промышленности. Теперь компания занимает лидирующие позиции в России по производству картонной упаковки для предприятий фармацевтической и косметической отраслей. Такой успех, конечно, повлиял и на заработные платы сотрудников, и в целом на условия труда. Я оцениваю на 5 баллов. Где я не работал, то есть у меня лучшее место пока еще не начало. Ну, а парады у меня закупаются новые сейчас, все в основном. Две машины печатные купили, новая склейка и скоро вырубной пресс новый будет. Так что только вперед. Менений очень много за то время, пока я работаю, в лучшую сторону. Появился в спортзал, есть возможность позаниматься спортом, есть кабинеты с врачами сейчас, мы можем пойти и обратиться туда. В Нижнем Новгороде еще есть производства, соответствующие лучшим мировым европейским бизнес-моделям. Например, завод «Промавто». Здесь, в центре Преокского района, делают спецтехнику и фургоны под ключ. Полное импортозамещение, производство, установка и дальнейшее техобслуживание – все наше, Нижегородское. Это, опять же, продолжение программы «Покупай Нижегородское» только в сфере производственных компонентов и изделий, которые применяются сегодня муниципалитетно. То есть мы говорим, что «Покупай Нижегородское» – это не только продуктовая группа, это не только промышленные товары, но и вообще то оборудование, спецтехника, которое производится на территории Нижегородского региона. Все инновации, которые впоследствии могут применяться в производстве, рождаются и развиваются в бизнес-инкубаторах. Один из них также посетил глава региона. Как отмечают сами резиденты, государственная и региональная помощь много значит для воплощения идей, начиная от финансовой поддержки и заканчивая предоставлением юридических и бухгалтерских консультаций, попросту говоря, советом уже состоявшихся известных бизнесменов или представителей власти. В нашем регионе поддержка малого и среднего предпринимательства достаточно хорошо. Мы сами являемся получателем мигранта и субсидий, и эти денежные средства нам достаточно серьезно помогали на этапе становления нашей компании. Что касается бизнес-инкубатора, то это, без слов, необходимый фундамент на сегодняшний день, на который можно строить уже действительно успешные компании. У нас сейчас пока 10 таких бизнес-инкубаторов. Ближайшая задача довести это до 22. Во всех крупных районных центрах, там, где развивается бизнес, малый, средний, везде надо делать такие поддерживающие структуры. И задача ставится где-то к 2020 году в полтора раза увеличить объемы производства малого бизнеса. И каждый год, чтобы численность прирастала в среднем на 8%. Резиденты нашего бизнес-инкубатора по праву могут похвастаться своими изобретениями, которые стали популярны в России, так как аналогов в нашей стране не имеют. Это и медицинские приборы, и всевозможные компьютерные программы. Сегодня важно производить и использовать свое оборудование, как, например, Нижегородская медицинская академия. Научные открытия в области медицины, а в частности диагностики и лечения опухолей, здесь делают и на российской технике. Может быть, по внешнему виду она и уступает европейской или американской, но на деле ни в чем не проигрывает. Екатерина Велинская, Елена Фролова, Алексей Завылов. Объективно. ННТВ. Елена Фролова, Алексей Завылов.